Всем привет! Меня зовут Айрат Багаудинов, я автор проекта Москва глазами инженера. Добро пожаловать в наш видеоблог 360 градусов. Для более полного впечатления от архитектурных памятников вы можете крутить камеры влево-вправо-вверх-вниз. Если вы смотрите нас на вашем мобильном устройстве, если на компьютере, то захватите изображение курсором мыши и поворачивайте мышь. И мы с вами можем наслаждаться потрясающей панорамой. Прямо за вами гостиница Украина, высотка на Баррикадной, Министерство иностранных дел, Белый дом, Дом СЭФ. Может быть, вы догадались, где мы. Это смотровая площадка Киевского вокзала. Мы не случайно выбрали его как нашего первого героя. Совсем скоро ему исполняется 100 лет, но обо всем по порядку. Начнем снизу. Новое здание Киевского вокзала было задумано в 1912 году, когда в России широко отмечался 100-летний юбилей победы над Наполеоном. Поэтому и здание выполнено в духе ампира. Вот, например, каждый из двух подъездов напоминает нам Триумфальную арку, что теперь стоит неподалеку отсюда на Кутузовском проспекте. Правда, сюжеты более миролюбивые. Скульптуры изображают промышленности, сельское хозяйство, черные чугунные горельефы, наверху движение в четырех стихиях, по воздуху, воде, под землей и по железной дороге, конечно же. А вот мозаичные гербы — это точки начала и конца железной дороги. Киев и Москва. И башня с орлами, с часами, на которой мы только что были главные доминанты вокзала. Но хватит мерзнуть, отправляемся внутрь. Мы в бывшем вестибюле для пассажиров первого и второго класса. Здесь такие же ампирные интерьеры, большое количество колонн, роспись под мрамор, над нами огромная триумфальная арка. Но, пожалуй, самая главная изюминка этого пространства — это мозаика на потолке прямо надо мной. Там три буквы МКВ — Московская Киево-Воронежская железная дорога, так она называлась изначально, и две даты — 1914 — начало строительства вокзала, 1916 — предполагаемое время завершения. Первая мировая война, затем революция, помешали этому, и вокзал стал работать только с 1918 года, а дата на мозаике так и осталась как памятник несбывшимся надеждам. Но для Москвы глазами инженера, пожалуй, будет более интересен Дебаркадр, более техническое пространство. Туда мы сейчас с вами и отправимся. Дебаркадр Киевского вокзала — пожалуй, одна из самых красивых инженерных конструкций в Москве. Ее создал инженер Владимир Шухов, автор Шабловской телерадиобашни. По конструкции это трехшарнирная арка. У нее есть две половинки, которые опираются на шарниры и соединяются шарниром в центре для большей подвижности при воздействии снеговых и прочих нагрузок. Но самое потрясающее — это, пожалуй, как Шухов построил этот Дебаркадр. Половинки арк собирались на земле в лежачем положении, так было гораздо проще. А потом поднимались вверх и стыковались в центральном шарнире. Благодаря такому способу это огромное сооружение пролетом 48 метров и длиною 230 метров было собрано за считанные месяцы. Но есть на вокзале еще одна инженерная изюминка. Это одни из старейших в Москве механических часов. И мы отправляемся внутрь их механизма. Мы внутри часовой башни. Все это огромное пустое пространство только ради размещения часового механизма. Он на вон том вот черном мостике наверху. Если прислушаться, слышно, как стучит маятник. Мы отправляемся туда. Это удивительно, но в Киевском вокзале сохранились механические часы. Таковых в Москве совсем немного. Спасская башня, центральный телеграф, да здесь. Кроме того, это еще один из старейших механизмов в Москве. Ему как минимум 100 лет, как и вокзалу, а может быть даже и больше. От единого механизма в красной будке штанги разводят движение стрелок на все четыре стороны. К огромным циферблатам, шириною 3 метра, которые подсвечиваются в вечернее время, чтобы всей Москве всегда было видно точное время. Ну а здесь в башне работает самый настоящий часовщик Максут, который заводит часы каждые два дня. И мы сейчас посмотрим, как это происходит. Обернитесь назад. Снова это прекрасный вид. А я надеюсь, не удалось убедить вас, что вокзал это не только место, откуда можно отправиться в аэропорт или в дальнее странствие, но в том числе и, может быть, даже в одной из первых очередей потрясающий памятник архитектуры и инженерной мысли, в которой хочется возвращаться, чтобы любоваться им. До новых встреч в видеоблоге «Москвы глазами инженера». Пока!